всем привет с вами канал art money и сегодня мы с вами будем делать творожный сыр такой который мажется на бутербродик нам понадобится творог я сразу взяла маленькую коробочку в которой он будет потом хранится в процессе такой рассыпчатый небольшим комочком вот также нам понадобится возможно немножечко воды что промешивалось все хорошо и конечно же вот такой вот блендер мощный ну или хотя бы такой какой у вас есть сейчас мы его сначала с вами измельчишем может быть кто-то у кого-то нету можно протереть попробовать через сито или просто растереть ложечкой я люблю все попроще побыстрее попроще и мы его с вами измельчаем вот здесь вот сверху да вот уже в принципе все промешано и его с вами солим у нас же он соленый должен быть правильно солим я буду солить по вкусу потому что в основном мы моей семье не едим соль ну как то мы привыкаем пытаемся привыкнуть жить без соли и соли без сахара как бы как то так поэтому я буду солить совсем чуть-чуть некоторые продукты мы солим ну потому что они просто невкусные без соли например картошечка вареная с зеленым лучком а без соли она не вкусная тут единицы естественно вот этот срок но без соли он тоже не очень поэтому сейчас чуть-чуть посолим его с вами вы уже солите так как вы делать как вы считаете нужно то есть по вашему вкусу кто-то любит пересоленое я не люблю вот и сейчас мы его перемешаем пускай она пока что там растворится это соль пока мы с вами будем резать лучок ой не лучок а укропчик укропчики хочу туда добавить я хочу сделать с укропом мне кажется с укропом это самая альтернативная идея который можно сделать дома самим но не добавить туда бекон правильно наш укропчик и режем его мелко 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 можно добавить конечно сухой если вы хотите у меня есть свеженький я хочу добавить свеженький даже смотрите сухой почти стал более такой рассыпчатый вот сейчас баспан был мокрый он бы не был таким вот поэтому я его и промокнула пахнет ароматом зелень да можно добавить кстати грибы какие-нибудь жареные что было со вкусом грибов магазине же продается вот эти вот творожные сырки альмета по-моему они называются да они кстати очень много вкусов не только укропчик можно посмотреть все эти вкусы и дома экспериментировать и попробовать кстати у меня появилась идея а давайте-ка знаете как с вами сделаем наберем 20 лайков под этим роликом и тогда я запишу следующий ролик с каким-то другим вкусом такой же творожок надо же экспериментировать надо пробовать правильно мы же должны с вами жизнь все попробовать а потом узнаете как у меня получилось вкусно или нет стоит вообще пробовать или нет очень люблю экспериментировать так что давайте 20 лайков под этим роликом и мы с вами создаем новый творожный сырочек с каким-нибудь другим вкусом также кстати можете написать в комментариях вкус какой вкус будет больше всего или наберет лайков больше тот вкус и будем делать да давайте наверно напишите так ну все смотрите сейчас его отправлю в холодильник настояться на пару часиков пробовать мы его будем в этом же ролике уже через секунду чуть-чуть она сейчас пропитается все настоится и будет вкус вкуснее будет гораздо так ну вот у нас с вами прошел час наш сырочек остыл кстати у нас хлеб домашний и на него есть отдельный ролик как я его делаю так вот он наш сыр такой он стал уже немножечко пожестче и мы намазываем сейчас с вами попробуем мне кажется это очень вкусно когда его закладывали клали вернее в холодильник он уже был вкусный сейчас я думаю наверное еще вкуснее стал и давайте его попробуем посмотрите как это красиво можно даже слоем прям побольше намазать мне кажется даже немножечко может быть мало обычно масло я кладу большими слоями кусками вернее давайте попробуем очень вкусно а после вкусе остаюсь прям как вот у магазинных вот эти вот ароматы какие-то такие аромат зелени прям вообще просто классно именно то что вот зелень свежая не сушеная сушеная наверное было бы не так а вот свежего дожевываешь вот остатки там под зубами остаются да вот это вот зелень хлеб творожок соль немножко и очень просто вкусно обалденно очень понравилось а мне кажется даже можно зелени еще даже больше добавить наверное и наверно да можно еще чесночка добавить свежего немножечко мне кажется будет тоже очень ароматно очень вкусно вот но как бы в принципе уже вкусно ну и по времени она делается не долго минут пять десять дать ну где-то на камеру конечно потратилось может быть немножечко побольше времени там кажется что больше ну не целый день пока не мере и свежий продукт то есть свой домашний без всяких там е добавок смысл покупать в магазине если вот вы можете сами в обеде на перерыв вот пока у меня ребенок спит я сделала сейчас у меня ребенок проснется мы будем кушать я думаю что ему должно понравиться очень и такой он довольно жесткий ну как не жестенький не совсем прям нежный ну нежный да суховатый да он больше суховатый но можно добавить водичку тогда он будет немножечко не такой суховатый вот так он по вкусу похож как магазин и без всяких зато химии всем спасибо за просмотр с вами был канал арт мания подписывайтесь пишите свои комментарии да также мы с вами набираем 20 лайков набираем 20 лайков и следующая такая же вот альмета вернее сырок наш творожный сырок мы с вами будем делать из другого вкуса которого захотите вы вы напишите в комментариях либо как я уже говорил сколько больше всего будет написано именно от вкусов либо у кого лайков будет поставлено под комментариев больше вкусов вернее одного вкуса того мы будем готовить следующий раз потому что творожок у меня еще половинка осталось вот я положила в морозилку и потом с морозилки мы с вами еще и посмотрим получается или нет как она промешается как это все будет естественно она разморозится конечно же вот но после морозилки еще вдобавок какой он будет вкусный или нет вот да и нужно будет наверное попробовать заморозить половиночку вообще реально ли заморозить и что там будет после но это наверное мы с вами узнаем в следующем ролике уже вот попробуем заморозить разморозить можно так делать нельзя так делать вот в следующем уроке поэтому вы должны набрать 20 лайков для начала и вкусы пишите свои вкусы какие вы хотите попробовать вот готовьте вместе со мной там еще очень очень много у меня разных рецептов и впереди у нас будет очень уйма много интересных рецептов которые я большинство придумала сама и написала сама вот это я фактически придумывала сама но я знаю что скорее всего они существуют вот придумала я во время диеты когда так хочется кушать и сидишь и выдумываешь разные рецепты вот поэтому подписывайтесь обязательно мне будет очень приятно я ценю каждого человека который подписан подписывается на меня и я очень счастлива от этого с каждым новым человечком вот всем пока пока